Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Мы, конечно же, приехали в Питер для того, чтобы посетить две выставки, посвященных 40-летию создания Ленинградского рок-клуба. Одна в Русском музее, другая в Музее музыки. А также поучаствовать в каких-нибудь других мероприятиях, связанных с этим событием. И днем мы этими занимаемся. Но по вечерам, чтобы продуктивнее провести все три дня нашего рок-путешествия, мы запланировали посещение различных рок-концертов, которых в Питере проходит большое количество. Здесь выступают рок-музыканты из других стран, из всех уголков нашей необъятной Родины, в том числе и из Москвы. И вот мы сейчас проехали на концерт московской группы «Мегаломания» в клуб «Грибоедов». Модный клуб «Грибоедов», как они говорят. Раньше я об этой группе ничего и не слышал. Но не потому не слышал, что эта группа недостойна внимания или по каким-то другим причинам. Нет, я не слышал о них только потому, что до недавнего времени занимался бизнесом, а не музыкой. А сейчас наверстываю упущенную. Посещаю концерты различных рок-групп, которые вызывают у меня какой-нибудь интерес. И поэтому, собравшись в Питер на три дня, я, конечно же, помимо расписания выставок, посмотрел, какие концерты будут проходить в это время в Санкт-Петербурге. Я уже говорил, концертов здесь немало проходит. К примеру, сегодня намечены два интересных для меня выступления. Первое – это выступление в клубе «Колизей» музыкального коллектива под названием «Рокчеллос». «Челлос», если кто не знает, переводится с английского как «Виолончель». «Челло», «Виолончелло». И это именно виолончельный коллектив, играющий нетленные рок-хиты на этих замечательных инструментах. И второе – это выступление рок-дуэта «Мегаломания» вот здесь, в клубе «Грибоедов». Мне хотелось, конечно, посмотреть и тех, и других, но так как концерты проходят в одно и то же время, то я выбрал именно «Мегаломанию». И объясню, почему. «Рокчеллос» – это чисто инструментальная музыка. Уверен, что они делают прекрасную музыку на своих инструментах, но мне больше нравится музыка вокально-инструментальная, а не просто чисто инструментальная. Для меня она поинтереснее. И, на мой взгляд, она значительно сложнее и в написании, и в исполнении. Да простят меня инструменталисты. Помните, Андрей Макаревич в своей знаменитой песне «В добрый час» очень точно подметил. «Так было всегда». «Легко говорить, труднее сыграть, особенно спеть в добрый час, друзья, в добрый час». Ну и так далее. То есть труднее сыграть, но особенно спеть. Вот, он очень точно подметил. Вот поэтому я выбрал «Мегаломанию», так как это хоть и акустический, но все же вокально-инструментальный дуэт, состоящий из вокалиста Александра Юрова и гитариста Артема Воинова. Вот именно так. Один поет, а другой играет на акустической гитаре. То есть это музыка камерная, но в то же время это не барды. Я послушал в ютубе их песни. Это именно рок-музыка. Акустическая, но рок-музыка. Те, кто внимательно слушал мои теоретические блоги, знают, что рок-музыка отличается от других вокально-инструментальных стилей. В первую очередь, именно вокальной ритмикой. Рок-музыку можно исполнять акапельно, только отбивая ритм. Так вот, они поют правильно, по-рокерски. Поэтому, повторюсь, это не барды, не попсовики, не народники, не рэперы. Это именно рок-музыканты. И то, что они делают, это настоящая рок-музыка. Но их музыка в силу своей полной акустичности хороша для небольшого зала или квартирника. И я хочу послушать, во-первых, как они звучат вживую, а не в записи. А во-вторых, хочу послушать, как они звучат в клубном зале, которой, в любом случае, побольше квартиры. Больше о них ничего сказать не могу, так как информации о дуэте мегаломания в интернете очень мало. Сами о себе они не распространяются. Критических статей о них я не нашел, но, может быть, мало искал. Но, насколько я понял, музыка у них не собственного сочинения, а каверы на известные песни различных западных рок-музыкантов. Но то прочтение этих известных песен, которые делают эти два человека, мне показалось интересным. А после шумной дневной суматохи и множества мероприятий, в которых мы, как правило, каждый день участвуем, иногда хочется посидеть и послушать спокойную акустическую музыку без экзальтации. Вот поэтому на сегодняшний вечер я выбрал именно этот концерт. Теперь немного о клубе. Я навел справки. Владельцы называют его «модный клуб грибоедов» и поговаривают, что здесь собирается очень модная публика. Посмотрим. Исходя из описания на сайте, в клубе имеется несколько залов. Здесь, насколько я понял, проходят и поэтические вечера, у них есть литературная гостиная, и лекции, и танцевальные вечеринки, и музыкальные сейшны, и выставки, и банкеты, и концерты различных музыкантов. Поэтому они еще называют его «центром культуры и отдыха». Ну, прям как в Советском Союзе. Помните, «дом культуры и отдыха». Из известных рок-музыкантов здесь выступали «Аквариум», «Ленинград», «Текила джаз», «Кирпичи», «Маркшейдер Кунст» и, конечно же, группа «Два самолета». Один из музыкантов которой, Антон Белянкин, входит в состав учредителя этого клуба и даже дал ему название. Отзывы о клубе в интернете есть и восторженные, и ругательные. И по-другому быть не может, так как за 25 лет существования клуба без проколов обойтись невозможно. Поэтому мы не будем на 100% верить ни хвалебным спичам, ни злобным ругательствам. А сами все посмотрим и оценим. И кухню, и интерьер, и атмосферу, и звук, то есть акустику зала. И, конечно же, послушаем и оценим игру тех музыкантов, ради которых мы сюда и пришли. Пойдемте смотреть и слушать. А после концерта подведем итоги. Модный клуб Грибоедов. Пойдемте. А вот сюда. Вот сюда. Мы не туда пошли. Тут выше оказывается. А говорили в подвале. Пойдем. Ну вот мы и внутри клуба Грибоедов с боями прорвались. Почему с боями? Они вчера нам звонят и говорят, так вы подтверждаете заказ столика или нет? Так мы же подтвердили, даже броню оплатили. А кому вы оплатили? Разбирались полчаса с ними, кому мы оплатили. Разобрались. Сейчас приходим. Они говорят, а у вас нет записи. Обалдеть. Мы начали опять разбираться. Пошли. Кому опластили, поднашли. Сделали депозит. Оказалось, что все столики, которые мы заказывали, передние столики, заняты. А нам смысл сидеть, вот там прятаться. Мы пришли посмотреть на группу. Нам сцену нужно, чтобы было видно. Поэтому мой режиссер и продюсер, проявив свои предпринимательские, продюсерские, продюсерские качества, заставил их поставить нам столик в самом впереди. И поэтому у нас сейчас самое козырное место. Но мы на них не в обиде. Потому что самое козырное место, раз, сцена, а перед нами никого нет. Это первое. А второе, почему не в обиде? Вы знаете, я чувствую, что это место действительно классное. Но атмосфера здесь какая-то дружелюбная. Половина пьяных людей весела. Я же сам любитель этого дела, бывший, конечно. Поэтому я вижу дружелюбно, атмосферно. Будем смотреть, кто тут такие. Ну, и мы заказали поесть. Мы должны вам приложить не только на музыке, а то вкусно ли здесь готовят. Атмосфера, повторюсь, в клубе мне нравится. Пока. Теперь, что я себе заказал? Ну, я заказал себе, во-первых, вкусное блюдо, мне же другого нельзя. Что я заказал? Я заказал себе белкулажаны печеные, раз. Спрингролы заказал. Овощные, спрингролики от шефа. Вот они. Заказал себе мидрии запеченные. Вот тоже они, вот они. И заказал себе еще норвежский суп из лосося, крем-суп. Надеюсь, что это вкусно. Выглядит он очень симпатично, этот супчик. Ну, и взял себе минеральной водичкой холодненькой кофеек. Мой любимый. Пошел очковый. Латтер. А мой режиссер заказал себе теплый салат про сосе и кирияки. Ну, и тоже чайку, кофейку. В общем, сейчас будем пробовать. И так ладно, возьмем. Как-нибудь все. Стоит дело и по поводу еды, и по поводу музыки. Но музыкантов пока не видно. Не видно, но это так, наверное, и положено. Концерт начинать с задержкой небольшой. Ждем. Ну, аппарат на сцене, я вижу, качественный. Басы внизу очень хорошие. Сверху маршал, рэндл, оранж, барабаны тама. Ну, классика. Поэтому думаю, что звук будет хороший. Почему-то у меня есть такое чувство, что звук здесь хороший. По крайней мере, вот сейчас не давит звук. Вы знаете, вот хорошая акустика. Мне нравится. И неглухо. Рок-звезда Волочек СД готова зажигать в клубе Гриба Едау. После посещения всех выставок рок-клуба. Ну что, отмечаю сразу. Официанты работают оперативно. Воду принесли сразу холодненькую, как и сказали. Водичка неплохая. Грейт Ривер называется. И сразу же принесли кофеек. Ну, с сахаром они пока не погорячились, я его не употребляю. Но принесли сразу. Сейчас попробую. Как он? Слегка горчит. Ай-яй-яй-яй. Я не люблю такой кофе. Сейчас закажу другой. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok «Со сливками Немножко картошечки Креветочки Лососик Норвежский Вкусно тоже Тоже хорошо Третье блюдо Баклажаны С верхнюю начиночку С чесночком С зеленью Это чуть-чуть получше Тем бы я поставил 4,5 Тебя ближе к 5 Баклажанчиков Сейчас попробую коровы весенние но это все постная еда между другом нельзя попробуем хорошие рожьи там рис капуста много хорошо и хрустящие за счет какой-то хрустит вкусно не знаю что я бы соусом полю как попробую соусы а соусом вообще вкусно класс разбирается норвежский суп четыре с половиной роллы спринт после 5 баллов четыре с минусом а моему режиссеру продюсеру принесли вот видите перьяки то есть пресказ овощами и мне разрешили попробую а а а а а а а Четыре с плюсом, но три дровы пять баллов, и баклажоны пять баллов. Четыре с плюсом. Елена Эвана на борте стала ехать. Это вкус. Субтитры создавал DimaTorzok Мы покидаем это душевное место, и сейчас кое-что вам расскажем, подведем итоги о его посещении. Пойдемте. Ну что, посетили мы клуб грибоедов и выступление мегаломании. Вот именно в такой последовательности не концерт мегаломании и клуб грибоедов, а вот именно так мы посетили клуб грибоедов. Почему я так говорю? Да потому что мегаломания это обычная клубная группа, которая создает просто атмосферу. Назвать это концертом, но это будет слишком громко. Поэтому я не критиковать этих ребят не буду, не анализировать. Хорошие музыканты играют, создают фон. Это кавер-группа обыкновенная. В Советском Союзе они назывались просто ресторанные ребята. Которые просто создают музыку, создают фон в заведении. А по поводу заведения хочу сказать. Мне понравилось. Ставлю этому заведению четверочку твердую. Почему? Потому что еда на 4 с плюсом. Вот я блюда заказал какие? Меди под сыром. Хорошо. На 4,5 поставил. Я заказал баклажанчики. Ближе к пятерочке. Оценка. Я заказал себе норвежский суп с лососиком. Хороший. Со сливками. Хороший супец. И заказал себе блюдо от шефа. Роллы. Спринг роллы. Вот такие вот. 5 баллов. Кофе 4 с минусом. Горчит. Вот тут так. Поэтому общая оценка заведению. Атмосфера вот такая вот доброжелательная. Дружелюбная. Мне понравилось. Поэтому еще раз говорю. Общая оценка 4 балла твердых. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук.